Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Я мастер декоративно-прикладного искусства. Сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать замечательный брелок печенья сердца. И еще мы его украсим ягодками. Ну что, приступим? Для работы нам потребуются следующие инструменты. Лезвие из канцелярского ножа. Палочка для маникюра. С одной стороны скошена, а с другой стороны остренькая. Стек для удобства работы. У меня вот такой с одной стороны он плоский, скошенный. А с другой стороны закругленная лопаточка. Но если у вас нету стека, не переживайте. Можно будет попробовать работать и палочкой для маникюра. Также понадобится дотс. Они бывают разные. Я взяла, где с одной стороны вот такое вот закругление шарик. А с другой стороны небольшое острие. Старая зубная щетка. Либо рыбая щеточка со щетиной. Нам надо будет делать щетиной фактуру. И я заранее сделала вот такую заготовочку сердечко. Смотрите, какого размера хотите, вырезайте. У меня вот такой вот небольшой заготовочкой сердечко. Откладываю пока все в сторонку. Обязательно приготовьте обычные влажные салфеточки. Любые, в принципе, потому что руки у нас будут пачкаться. Очень удобно, чтобы не бегать каждый раз мыть. Пользоваться влажными салфетками. Итак, какие материалы нам потребуются? Полимерная глина желтого и коричневого цвета. Это наше сердечко, основа. Для начинки нашей печеньки нам потребуется белый. Для украшения красный, фиолетовый, либо темно-синий и зеленые оттенки. У меня полимерная глина запекаемая. Она требует термообработки. Но вы можете лепить и с самозатвердевающей массой, которая просто высохнет на воздухе. Также я буду использовать в своем изделии жидкий пластик. Вот таким образом он выглядит. В тюбике, как клей. Но это запекаемая полимерная глина. Приступим к работе. Возьмем желтый и коричневый цвета. И отрежем примерно половинку желтого. Легко ломается на югину. И коричневый. Наверное, чуть поменьше. Разминаем каждый кусочек отдельно в руках. Чтоб он стал у нас мягким и податливым. Можно отламывать маленькие кусочки, разминать. Потом смешивать с твердой глиной. Таким образом, пока она не станет у нас мягкой. Видите, она уже начинает мяться, гнуться. Вот, смотрите, я размяла пластику. Она стала мягенькой, более податливой. И наша задача теперь смешать эти два цвета в один. Тоже долгий процесс. Не переживайте. Как следует ее переминайте. Можете также отрывать небольшими кусочками, мять, потом соединять. Наша задача, чтобы получился однородный цвет. Чтобы цвета смешались между собой в один оттенок. Поэтому так скручиваем, мнем, раскатываем. Снова мнем и до тех пор, пока у нас не станет однородный цвет. Я размяла полимерную глину, смешала. У меня получился вот такой вот оттенок. И теперь наша задача его раскатать. Кладу его на рабочую поверхность. И здесь нам поможет наш дотс. Ручечка у него как маленькая скалка. И мы вот таким образом, потихонечку, равномерно раскатываем пластику. Можно немножко разминать руками, помогать. Я буду переворачивать еще на другую сторону. Чтобы равномерно у нас все получилось. Вот, смотрите, такой у меня блинчик получился. Вот с этой стороны толщина. С этой у меня совсем тоненько получилось. Ну, примерно, наверное, миллиметра четыре. Вы смотрите, выбирайте сами, какая толщина вам больше нравится. Можете смешать побольше полимерной глины. И тогда у вас получится более толстенький блинчик. Теперь наша задача, наше сердечко, заготовочку положить сюда. Прижать. И аккуратненько вырезать в нашем лезвии. Не бойтесь, что за один раз у вас не получится обвести, не страшно. Можно вот таким образом по кусочкам отрезать. Возьмем стек или палочку. И вот таким вот образом немножко подровняем нашу основу. Чтобы краечки более ровные были. Видите, палочкой я плоской стороной немного придавливаю по краям. Если у вас есть стек, то вам вот поудобнее. Таким образом разгладить стороны. И снимаем нашу бумажку. Вот у нас получилось такое основа сердечка. Можно его немножко поправить пальчиками. И аккуратненько снять с листа. И отложить в сторонку. Еще раз смешиваем, скомкиваем этот наш остатки пластика в один шарик. Я раскатаю его как следует. И теперь мы его разминаем и раскатываем еще раз при помощи того же дотца. Нам надо раскатать таким образом, чтобы у меня влезает сердечко. Вот у нас еще один блинчик получился. Он у меня чуть потоньше предыдущего, но это не страшно. У меня будет верхняя часть печеньки чуть потоньше, чем нижняя. Опять прикладываем нашу заготовочку сердечко. И вырезаем. Вот такие два сердечка у меня получились. Это чуть потолще, это чуть потоньше. Откладываем пока их в сторонку. Обратите внимание, у меня испачкался листик, на котором я это делала. Его обязательно надо для следующих наших действий поменять на чистый. Либо перевернуть, чтобы была чистая сторона. Также у меня испачкались ручки. Пигмент впитался. Обязательно надо либо помыть с мылом, либо протереть влажными салфетками. Листик у нас чистый. Ручки вымыты чистые. Берем белую пластику. Обязательно перед работой с белой пластикой почистите поверхность руки, потому что она очень сильно вбирает в себя другие оттенки. Берем лезвие и примерно половинку брусочка у меня я отрезаю. Лишнее я положу в сторонку. И наша задача опять эту пластику белую размять до мягкой консистенции. Так, я размяла белую пластику. Она у меня мягенькая. Нам ее потребуется раскатать. Опять же потребуется дотс. Но перед тем, как раскатывать, я беру влажную салфеточку и протираю наш дотс, чтобы он был чистеньким. И теперь можно раскатать наш белый кусочек. Можно немножко его кольчиками придавить, прижать. Надо растянуть. Вот таким образом у нас получился наш белый кусочек. И ту же самую заготовочку. Сердечко мы перекладываем и вырезаем. Так, у меня три сердечка. Две основы и одна беленькая серединка. Берем толстенькую основу. Выбираем сторона, которая у нас будет лицом, которая изнанкой. И кладем изнанкой наверх. Теперь берем нашу беленькую заготовочку и кладем поверх этого кусочка. Аккуратненько подгоняем. Поправляем края. Помогаем себе стеком. Таким вот образом. Чтобы у нас было аккуратненько. Придерживайте пальчиком, чтобы вам было удобнее. Смотрим, чтобы оно склеилось. Зуболочек поправлю. Смотрите, по периметру, чтобы оно у нас все проклеилось. Все замечательно. Вот такое вот у нас получилось сердечко. Теперь оставшимся сердечком мы сверху накрываем на белое. Так же придавливаем. Выравниваем края стеком. Чтобы все у нас было аккуратненько. Не бойтесь придавливать. Помогайте пальчиком. Смотрите, обязательно, чтобы края у вас склеились. Если где-то что-то выступает чуть-чуть или наоборот углубляется, не страшно. Таким образом у нас будет более живая работа, более индивидуальная и похожая на настоящую печеньку. Вот смотрите, получилась у нас прослоечкой такая. Теперь я беру зубную щетку и аккуратненько, легкими движениями начинаю делать текстуру на верхней поверхности нашей печени. Легкими, такими похлопающими движениями. Смотрите, чтобы вам было видно. И появляется текстурка. И с обратной стороны то же самое. Слегка пройдемся и приведем текстуру нашей печеньки. Переворачиваем обратно. Наша заготовочка практически готова. Теперь нам для нашей печенечки надо сделать украшение. Откладываем ее в сторонку и берем полимерную глину других цветов. Красный и фиолетовый у меня. Я отрезала по кусочку нашей глины и уже размяла до мягкого состояния. Теперь наша задача скатать колбаску. Примерно так. Смотрите, как удобнее. Можете это делать на поверхности, можете в руках. Таким образом. Неровный краешек я отрежу. И отрезаю заготовочки для наших ягодок. Я хочу, чтобы красненькая у нас была такая покрупнее. Средняя. У меня получится покрупнее, средняя. И такая поменьше. Три ягодки красных мне в принципе хватит. Вы при желании можете делать большее количество, какое вам нравится. Также беру фиолетовый. Раскатываю в колбаску. Раскатываю на поверхности. Сделаю чуть потоньше. Хочу, чтобы ягодки были у меня фиолетовые, чуть поменьше. Отрезаю неровный кончик. Вот сюда. И допустим, 4 ягодки я хочу. Они у меня будут практически одинакового размера. 4 таких заготовочки. Нашнюю глину убираем. Берем такой вот у нас красный брусочек. И скатываем его в шарик. Вот такой у нас получился шарик. И с остальными заготовочками проделываем то же самое. Учисленйте шарики. С Учисленйте шарики. Отрезаю поэтому шарик целые дine шарики. вот таким образом теперь берем наши заготовочки начнем с большой берем дотс круглой стороной делаем такую вмятинку немножко делаем ее побольше чем наш шарик на дотсе если у вас есть доз с большим шариком того можете сразу делать большое углубление вот таким образом старайтесь делать аккуратненько чтобы сильно ягодку у нас не деформирует чтобы она у нас оставалась кругленькая овальной сделали углубление и углубление теперь остреньким краем это можно сделать также иголочкой делаю точечку вот таким образом у нас получилась ягодка и все то же самое проделываю с остальными заготовками ягодки у нас готовы теперь возьмем небольшой кусочек зеленого и сделаем пару листиков совсем небольшой кусочек вот даже будет много у нас разомнём маленький разомнется быстро также из этого кусочка размятых катаем колбаску и отрезаю два кусочка таких средней величины лишнюю глину убираем и катаем из наших кусочков шарик потом немножко его сплющиваем и заостряем уголочек вот таким образом чтобы у нас получился листик и на нашем листике я острым дотсом провожу линии чтобы придать текстуру листика таким образом можно это делать иголочкой также или остреньким концом нашей палочки для маникюра заготовки для украшения у нас готовы берем нашу печеньку и решаем с какой стороны мы будем делать отверстие я наверное буду делать вот с этой стороны берем палочку для маникюра и острой стороной ближе к краю но не совсем близко начинаем потихонечку проворачивающими движениями делать отверстие поднимаем нашу основу переворачивая с другой стороны также покручивающими движениями чтобы сильный день дети формировать вот смотрите она мне вышла с другой стороны у нас получилось такое отверстие в которое мы потом сможем ставить либо колечко для брелка либо шнурочек и даже носить наше сердечко печеньку на шее допустим теперь я воспользуюсь жидкой пластикой но не переживайте если вдруг у вас нет жидкой пластики вы сможете после того как запечете или у вас сама затвердевающая глина высохнет клеем ваши ягодки приклеить на основу у меня есть жидкий пластик поэтому я вам сейчас покажу как с ним работать здесь специальная насадочка и вот в этот уголочек я хочу сделать крем я выдавливаю вот таким образом очень удобно носиком можно сразу корректировать хочу сделать вот такие потеки я думаю достаточно вытираю носик важной салфеточкой и закручиваю отставляю в сторонку теперь аккуратненько помогая себе палочкой располагаем наши ягодки на креме поворачиваем как больше нравится сюда можно положить сиреневую забываем мы еще сделали с вами мистики также аккуратно палочкой перекладываем к нашему крему пока она не застыла можно подвинуть покорректировать вот такая вот у нас получилось печенье по украшенная ягодками теперь оставляем ее застывать если у вас самозатвердевающая глина а я отправляю свою заготовочку в печку на термообработку температура при которой обрабатывать полимерную глину указано на упаковке производителя моя отправляется на 30 минут при 130 градусах ну вот прошло время мое сердечко полчаса запекалась потом остывала в духовке сейчас она стала твердая смотрите вот я надавливаю ягодки все держится крепкой ничего не шевелится вот такое замечательное печенье к у нас получилось при желании можно вставить колечко повесить на ключи на рюкзак либо сделать подвеску и носить как украшение ну что вот такое замечательное сердечко у нас с вами получилось я свою решила повесить на ключи я желаю вам творческих успехов до новых встреч пока пока